сегодня хочу попробовать новую защитную пропитку называется wood protection защитная пропитка для дерева от него elements на своей mc-2112 1970 года рождения я думаю что вы все знаете это оружие это ружье ну в общем я стрелял из него всего несколько раз в основном покупал для стажа это моя первая такая покупка она такая уже видавшие виды покупал я ее с рук и хочу попробовать нанести вот этот раствор и посмотреть соответственно что изменится как изменится вид и может быть пойду даже с ним на охоту с этим ружьем перед нанесением его нужно хорошенечко взболтнуть что написано на основе натуральных масел придает поверхности водонепроницаемости гидрофобность легко впитывается в дерево подчеркивают структуру древесины применение тщательно перемешать тонким слоем равномерно нанести состав через 20 40 минут удалить излишки тщательно обработать торцевые поверхности количество слоев 23 время сушки между слоями 24 36 часов состав натуральное масло и скипидар цинковая канифоль срок годности 24 месяца бесцветный они бывают разных цветов вот так как я до конца не понял какой у меня все таки здесь цвет решил взять бесцветная есть небольшие коцки здесь и вот здесь вот я подозреваю что треснуло оно так было изначально поэтому я не знаю на улице тоже уже начал ломаться так снимаю цевьё начнем с цевья покрою его снаружи прикол в том что здесь стоит номер совпадает он с номером оружия до совпадает то есть цевьё на mc-2112 семидесятого года номерное сейчас покрою цевьё положу сушить и потом покажу как он стал так я открываю ну я не знаю насколько она ядовито я открою понюхаю потом тебе скажу я просто руки болят и камеру пахнет скипидаром но не ядрёвый какой-то можно понюхать ну что как пахнет так смотри аккуратненько макай и как кисточкой вот так вот вводишь просто деревяшки как бы как бы закрашиваешь как видите она достаточно жидкая и покрывается в общем легко даже только руками не краю смотрится на код вот эти стыки вот где рядом железячка промашь тоже хорошенько не не саму железячку а рядом вот где видишь дело тратить вот 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 да вот здесь хорошо тут пахнет немного пахнет да чем непонятно смотри сейчас я его переверну вот так и ты вот этот край тоже промашь в принципе если экономно подходить то наверное я думаю что можно обычной кисточкой наносить ну мне кажется что она просто не подойдет почему потому что кисточка мне кажется вот этой специального кисточка специально для краски она невидовитая краски ничего не приносит пари сынок видишь вот места где ты не нанес видно тебе вот так вот на свет смотри где не не промазано и старайся там промазать так чуть повыше чуть повыше так тут прилипает здесь периодически потому что мы в лесу но в целом процесс очень простой по ходу с глязи там глязи и кто-то полили да вот тут у нас муравьи ползают давай сынок вот здесь вот еще там не обязательно вот по бокам промашь вот там смотри сбоку с одного другого так хорошо хорошо так вот так оставляем его сушиться потом заберем в дом но пока здесь в стенке будет стоять я его ставлю и ты также его прокрашиваешь годится удобнее да потому что она гладкая правда гладкая и самое главное что больше места ты только так вот не болтай да ты виде аккуратно просто чтобы у нас осталось еще это баночка потому что нам нужно будет еще ей три раза промазать вот так отлично вот эту щеку всю ее хорошенечко обведи сейчас эту сторону доделаем на вторую сторону возьмем так болен к сожалению упала поэтому вот так поставим на ручку хорошенечко ну всю ее промашь теперь пяточку вот это походу все покрасил да все основной момент подумайте о том как будете хранить пока оно высохнет то есть сутки чтобы оно стояло и никто его не уронил особо никто на него не сел она не липкая никто к ней так смертельно не приклеится но чтобы никому не мешало поэтому желательно все таки продумать где у вас оно будет сутки отстаиваться все мы нанесли первый слой через сутки снимем продолжение вот так приклад стал выглядеть после нанесения первого слоя из-за того что я не убрал излишки как было написано появилась вот такая вот капелька но ее можно будет убрать в принципе прошло меньше суток и уже она не пачкается ружье из такого очевидного эффекта она стала блестящим